Роковый уикенд Ну что, ребятушки, Кипун Рукин, вспомнили старые времена, вышли в 12 часов ночи. Ты помнишь Борисов? А это, конечно же, великий ведущий Владимир Борисович. Легендарный просто, смотрите. Легендарный ведущий, ну правда, я тоже довольно легендарный. Ну, я не знаю, кто легендарный. Слушайте, ну да, действительно, давным-давно мы бывали ночью в эфире, потом вдруг вечером и так далее. Но сегодня действительно решили вспомнить, как это было. Тем более на «Маяке» специальный проект, который читает Евгений Стаховский, «Черновик». Поэтому мы уступили ему место. Ты знаешь, в принципе, довольно интересно. Да? Интересно? Я с удовольствием послушал, например, и спасибо господину Стаховскому за... Ну, во-первых, блестяще читает, и, во-вторых, интересное произведение. Это абсолютно верно. На следующей неделе тоже будем продолжать слушать это произведение. Ну, а сейчас у нас прекрасная программа «Рок-викенд». Будем в ближайшие три часа вместе с вами. Друзья, больше того, два месяца не было рок-битвы. Дело в том, что весь апрель я проболел, вы же знаете, да? Чуть не помер. А в марте, в мае, то есть было очень много звезд. И так получилось, что не было у нас рок-битвы. Но рок-битва будет, как минимум, сегодня. Но об этом чуть позже. Давайте напомним средства связи, потому что мы в прямом эфире. 728-7171, код города 495. Звоните, поклонники этих двух групп, звоните, поддерживайте вашу группу. Группы у нас сегодня просто обалденные. Как, впрочем, и всегда. Да. В «Рок-битве» всегда замечательные ребята. И давай напомним... Ватсап, ватсап вайбер 896-103-5533, смс-портал 5533, слово «Майк» в начале. Не забывайте, есть еще в соцсети «Рок-викенд» на «Майкен». Наша группа ВКонтакте, ради «Майк» Майковской. И «Рок-викенд» на английском языке, если написать в Фейсбуке, тоже найдете нашу группу. У нас сегодня много времени, потому что нет новостей в половину часа. Поэтому попробуем успеть все. Друзья, у вас есть сегодня колоссальное количество времени. Я обращаюсь к музыкантам для того, чтобы показать свое творчество. Ну или нет времени, я самому другу. Более того, ребят, поскольку мы вас очень любим, вы знаете правила «Рок-битве»? Ну, подожди, подожди, давай мы по традиции скажем «Погнали», а потом уже представим ребятам и спросим. Давайте, Олег, нажимайте на кнопку. Погнали. Роковый уикенд. Теперь давай, задавай вопрос. Так, вот я спрашиваю, ребятушки, знаете ли вы правила «Рок-битвы»? Они, конечно, скажут, что не знают. Нет, они знают, знают, должны знать. Нет или да? Потому что Владимир Юрьевич Борисов, тот человек, который, в общем-то, «Рок-битву» и создал, он вам сейчас объяснит. Нет, давайте сначала спросим, знаете правила? Включить микрофоны, господам. Так. Нам вот перед эфиром уже немножко проболтались. Так, ну и в чем правила заключаются? Сейчас мы будем вытаскивать жеребий. Так, дальше. Потом кто-то будет играть первой. И этого кого-то будет очень внимательно оценивать аудитория и вы. И что может быть с этим кем-то? Ой, боюсь, боюсь предположить. Ну, хорошо. Ладно, не бойтесь. Не бойтесь. Жить полностью. Ну, как полностью. Если нам кто-то не понравится, он просто уходит и начинает играть кто-то другой. Если кто-то другой не понравится, он тоже уходит. И потом мы решаем, ну, кто же нам не понравился больше. Ну, так не все. А выигрывает тот, кто больше не понравился. Ну, по-разному все дорого. Есть такой труп, команда на сцену. То есть все, обе группы, мы все фотографируемся, так что можете не волноваться. Давайте приступим. Давайте приступим и представим вас. Итак, у нас две команды. Хотите, сами представляйте сами себя. Вот девушка начала, я так понимаю, что это группа, которая исполняет мелодичный поп-рок. Правильно я понимаю? Наверное, это я. Ну, наверное, наверное, да. Значит, и эта группа, как написано у вас в пресс-ревизе, придется по душе каждому любителю музыки. Мы должны сегодня это проверить, наверное. Кроме любителей Нирваны. Абсолютно верно. У нас в гостях группа «Под облаками», правильно называют? Нет. Нет, не вы, я имею в виду в церкви. «Под облаками». Да. И «Шактилока». Правильно, так. Вот. Две группы. А теперь рассказывайте, кто из вас кто, это важно. «Шактилока» — это мы. Так. А «Под облаками» — это вы. Добрый вечер, да. У вас тоже как зовут? Действительно. Меня зовут Павел, группа «Действительно под облаками». У меня сына тоже зовут Павел. Прекрасно. Это обалденно. Просто это, я обожаю это имя. Это уже битва началась. Да. Девушка, вас так зовут? Вы же тоже. Кира меня зовут. Вот, понятно. Ну, у тебя есть какой-нибудь с Кирой тоже связано что-то? Или нет? Нет, у меня жену Оля зовут. Все, хорошо, договорились. У меня маму. Ну вот, вот так же. Да, Оля. Смотрите, у нас есть кепка. От какой группы кепка, кстати, напомните мне? От «Под облаками», да. То есть ваша кепка. Значит, она магическая. Значит, там есть две бумажки. На одной бумажке написано буква «П», на другой бумажке две буквы «С» и «Л». И теперь... Надо догадаться, что это значит. «Тянуть буду я!» Это не важно, что это значит. Мы решим, когда у нас что-то... Значит, да, будет тянуть Бутберг, как обычно, своей мощной рукой. Вы же, я вообще... Ты купил футболку вчера. Молодец. Да. Смотри, начни. Итак, кто же будет первым? Давай я, я посмотрю, что там значит. Ну что же, что же. А кто, кстати, отчекался последний? Круппа Шактилока. Ага. Ну, к сожалению, вы не будете выступать первыми. Будете выступать под облаками. А это к сожалению, да? Ну, потому что вы же отчекались первыми, соответственно, им придется опять все заново. Поверьте мне, это абсолютно без разницы. Абсолютно не важно. Зато мы сейчас с вами немножко поговорим. Мужчину мы пока отправим отдохнуть немножко. И мы позовем еще одного мужчину. И еще зовите своего мужчину тоже в группе, давайте. И больше того, послушаем одну студийную песню. Если вы не будете возражать. Мы совершенно не возражаем. Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Вашего мужчину, расскажите такого красавчика. В двух словах про вашу группу. Кто вы, что вы, откуда вы и зачем вы. Это мужчина, его зовут Вадик. И он, все, что связано с музыкой, это все он. Потому что я не музыкант совершенно. А кто вы? Я... А ну вокалист. Она журналист. Ага, понятно так. Да, и как-то так вот получилось, что от журналистики до слова сделала полшага. Значит, вы журналист, да? Да. Это потрясающе. Потому что мы тоже журналисты. Нет, я не журналист. Вот Бутберг журналист, я не журналист. Ну вот. И мама моя зовут Оля. Видите, у нас уже два общих, как это, вещь и галочки. А давайте у Паши спросим. Вадим, Паша вышел. Паша вышел. Паше надо выйти. У Вадима, впрочем, о том, как ему удалось такие красивые песни создать. Потому что я кое-что слышал, и песня действительно красивая. Спасибо. Спасибо огромное. Я не знаю, как это все вдохновение куда ведет, так и получается. Когда вы начали создавать? Когда группа образовалась? Группе чуть меньше четырех лет. В этом составе мы последние пару лет вдвоем мы остались, разогнали весь свой состав и перкуссионистов, и гитаристов, и басистов. Значит, вы играете вместе с различными компьютерными делами, да? Ну, это лупы. Лупы и битами, да, то есть с Loop Station играем. Понял. Ну что, давайте послушаем вашу песню. Давайте. Как она называется, и почему ее вы выбрали? Да. Камушками. Потому что это новая песня. У нас недавно вышел сингл. Вот с ним мы ездили по стране, отыграли 30 городов, 30 концертов. И вот эта песня заглавная с этого, так сказать, сингла. А где вот вашим песням больше нежность понравилась, тем камушками? Ну, давайте. Можно и нежность послушать? Да, ладно. Ну, давайте послушаем ту, которую... Если взять, то, может быть, сыграете живье. Сыграете. Может быть, если вы доберетесь. Если доберемся, да. Давайте послушаем группу Шакти Лока «Камушками» песня называется, а потом вернемся. Ну что ж, друзья, вот так звучала группа Шакти Лока в студийном варианте. Мы надеемся, что мы их послушаем все-таки вживую, но сейчас у нас... Да, но сейчас у нас и сегодня группа под облаками. Они, так сказать, попали в жеребьевку, практически готовы. Мы им дадим еще минутки три подготовиться, зачекаться, потому что... А все у тебя уже есть хорошие песни. Есть песня. Значит, ну, во-первых, 30 мая на этой неделе родилась Мария Фредриксон. Это человек, который долгое время пела в группе Роксет. Ну, более того, друзья, я хочу вам сказать, что Мария потрясающая тем, что она фактически преодолела онкологию мозга. Абсолютно верно. И она победила это заболевание. И я тебе честно скажу, я был на концерте Роксет в Москве, и я ее глубоко уважаю. Именно за то, что она оказалась и на сегодняшний день, она позвали... Она еще в строю. Абсолютно верно. Но что интересно, буквально на днях, ну, то есть физически это уже позавчера, ну, для тех, кто живет еще суббота, это еще вчера, в пятницу, 1 июня, она выпустила, ты представляешь, новую песню сольную. Что ты говоришь? Безо... Ну, да, сама, сама. Она звучит в стиле, таком джазовом стиле. Я специально, когда я смотрел новинки, нашел. И ты ее нашел? Абсолютно верно. А вот прям практически... А ты знаешь, что у меня, вот, например, мы начнем завтра с этого программа, у меня будет день рождения? Ну, наверное. Ты мне уже приготовил подарок? Ну, такое же, как и ты мне. Все нормально. Зачет. Давайте послушаем песню Мари Фредриссон, абсолютно новейшую песню. Я уверен, что многие из вас ее вообще никогда не слышали. Она не играла ни на дождь, остаться и в России. Потому что вышла она 1 июня в эту пятницу. Песня называется Sing me a song. Спой мне песню. А после вернемся. Ну, что ж, вот такая новая песня Мари Фредриссон. Абсолютно не рок-сет, но зато что-то в джазовом стиле. Понравилось тебе, Андрей, или нет? А мне, я скажу тебе честно. Или ты не ожидал? Я не ожидал, но очень понравилось. Ну, отлично. Будем надеяться, что может еще что-то... Я тебе больше скажу. Я очень люблю Мари Фредриссон. Понимаешь? И для меня это певица одна из... Ну, вообще, я восхищаюсь. Нет, абсолютно верно. Да, я ей восхищаюсь. И песня потрясающая. Будем следить. Но, еще раз повторюсь, это новейшая песня, которая вышла 1 июня, в понедельник. Вы понимаете, что музыкальный директор Марика всегда находит что-то... На острие, на острие ножа. Ну что, давайте вернемся к нашим сегодняшним героям сегодняшней программы. Да, и так у нас начинает рок-битва группа под облаками. Еще раз здравствуйте. Доброй ночи, всем хорошего начала дня. Ура. Ура. Давайте начнем. Ну, или доброе утро, директор на Камчатке. У них тоже день уже начался давно. Давайте вы начнете, и мы будем вас слушать и оценивать. Отличный план. Какое произведение мы услышим первым? Первым прозвучит... Первой прозвучит песня, которая называется «Улыбайся». Давайте. В этот раз весна хрома, простужена, словно бы она сама. Ненужною чувствует себя, словно мы все. Из-под снега мы с тобою выбрались, по очкам у тьмы наш бой мы выбрали. Видишь, первый путь в отражениях душ. А у нас впереди горький мед убегающих рельс. Шишки отправили закрытых дверей. Улыбайся, сейчас есть кому и сейчас есть с кем. Вереницы, небес, следа, убегающих вдаль разноцветных и ярких. Мокрый асфальт. Улыбайся, пока есть чему и пока есть с чем. В этот раз весна пусто, измучена, и едва видно. Вон там, за тучами. И не знаю, я не знаю, зря, или не зря. А у нас впереди горький мед убегающих рельс. Шишки отправили закрытых дверей. Улыбайся, сейчас есть кому и сейчас есть с кем. Вереницы, небес, следа, убегающих вдаль разноцветных и ярких. Мокрый асфальт. Улыбайся, пока есть чему и пока есть с чем. Мокрый асфальт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем здравствуйте! Меня зовут Павел Кошель, я тут пою, играю на клавишных Еще у нас есть наш замечательный фундаментальный системообразующий басист Михаил Крайнов К сожалению, сегодня он так заработался, что не сумел до нас дойти Мы, пользуясь случаем, передаем ему привет, никогда раньше по радио привет не передавал, Миша, если ты слышишь нас Приезжай Да, мы очень стараемся, но нам плохо без тебя Мы грусти Его на компьютере, да? Да Поместили его в компьютер и давай, короче, его использовать Как обычно Слушайте, ну расскажите в двух словах, как вы, что вы, откуда вы? Вот предыдущая группа рассказала, что она начала, где она начала образовываться? Интересно Да И зачем главное? Мы начали образовываться буквально только что В этой сети Ну сколько вам лет? В социальных сетях мы появились впервые в середине февраля 2018 года То есть вы вообще новички, по факту То есть вы прям просто взяли и начали играть музыку? Ну как-то вот и да и нет, потому что мы играли все в разных группах Вы вообще круто играете, между прочим Так Это вы, наверное, кто из них круто играет? Мне, например, все понравились, как звучало Особенно басист Поэтому как бы нормально Ну так вот, да, извините, что перебили Вот, появились мы, соответственно, где-то в середине февраля Тогда же вышел наш первый EP, наш первый мини-альбом Он называется «Дело к весне» Тогда это было особенно актуально Вот, после этого у нас вышел еще один сингл Песня под названием «Улицы» Так что, вот, послушать нас уже есть Послушать нас уже можно А что пишут музыку и стихи? Это ты, Паша? Да, музыку и тексты пишу я И над аранжировкой потом работаем со общими усилиями А что делает басист? Басист? Отсутствует Всех строит на репетиции Слушай, а что же он так? Работает на здоровье У него все нормально со здоровьем Надеюсь, на сегодня Почему он к нам не пришел? Почему не пришел-то? На лучшую передачу в Москве Лучшую передачу страны Мы просто обиделись Он не болеет? Нет? Все нормально? Нет, он заработался немного А, заработался Ну бывает такое Ничего страшного Давайте еще песню Да, надо же, чтобы понять Может быть, вы не так хороши Может быть, вы первую песню выбрали классную А потом у вас будет не очень А у вас есть каверы? Нет, у нас нет каверов Каверов нет Ну и молодцы, пусть играют свое А то вы будут выезжать еще на чужом Ну малые, может, они еще с горох хотят сыграть Ну, мы потом гитариста отдельно попросим Значит, ну давайте Скачай ноты пока Закачайте себе голову ноты Давайте следующую песню Да, следующая песня называется «В тихом океане» Давайте Я спускался по проспекту И смотрел за горизонт Там, за этой бледной синей гранью От рассвета до рассвета Мой почти забытый сон Бережно качают волны В тихом океане В тихом океане В тихом океане Я спустился к зонной бухте Подали на край земли Все мои слова как будто камни Отпуская в тихом океане Я смотрел на коробки Уходящие навстречу С тихим океаном С тихим океаном С тихим океаном Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Везу тебя однажды, я почти за горизонт Там, за этой бледной синей гранью Нас с тобою самый важный, но почти забытый сон Бережно качают волны В тихом океане В тихом океане В тихом океане Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Слушайте, ну вопрос к вам очень обычный А сами-то вы что слушаете, коль скоро вы играете такую музыку? А вот, Владимир Борисов всегда этот вопрос Ну потому что интересно же, на что люди ориентируются Или просто что им нравится Можете говорить все что угодно На самом деле впечатления и предпочтения вкусовые у нас разные У меня, пожалуй, из всего состава наиболее они мейнстримовые, что ли Ну ничего страшного Довольно попсовые, мне нравятся поп-рок группы Imagine Dragons, например, Walk the Moon Очень я люблю One Republic, Coldplay У меня песня из One Foot последняя понравилась Да, да, да Очень круто, и клип крутой, и сама группа классная Так, One Republic, что еще? Какая группа? Walk the Moon есть такая группа А, есть такая группа У них песня была Shut Up and Dance Есть тоже известная такая Так, 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 продолжайте, что еще? Imagine Dragons я еще называл Итак Вот, One Republic я еще называл А, что еще можно вспомнить Что? Раньше очень нравился Кин, например Ага, вот так вот А, да, раньше у нас было довольно много брит-попа с фортепьяно А, да, и старый, и новый причем Я из тех, кто безболезненно пережил то, как они переехали на другую музыку А что, Уэзис тоже нравится? Уэзис, Уэзис нравится? Я, например, его обожаю До распада точно да Кстати, завтра, друзья, у нас будет передача во многом посвящен Новелю Ну, у него нюханы от недели Ну, и концертов только что сегодня прошел Ну, в общем-то, так что завтра англоязычный эфир И мы про Ноя немножко поговорим, потому что я люблю его Ага Так, хорошо, с вами все понятно, Павел Давайте у гитариста спросим Он же все-таки гитарист, он должен трэш-метал любить или что? Ну, расскажите, что вы любите? Мастерина любит хеджел, да, ну, все, как бы На самом деле, это всегда такой сложный вопрос, что я слушаю Ну, у вас есть с собой телефон? Да Откройте его и покажите, что у вас там в плеере, если он есть Вы знаете, там много всяких стилей, много всякой музыки И тяжелой, и легкой Ну, назовите хотя бы парочку примеров Вот ваш коллега быстро справился, он точно знает Дрим театр, например О, прекрасно, мы попали В точку попали, смотрите Он молодец Главный фанат в Москве дрим театра это Бузер Это я Что еще? Может быть, вы еще попаете? Обожаю дрим театра, обожаю Еще могу транс иногда послушать О, прекрасно Транс это электронная музыка, Андрей Слушай, он, я знаю, что такое транс И я тебе хочу сказать И он не похож на тех людей, которые мы обсуждали Это Ханглорская группа Хорошо, так, а Нирвану любите? Нирвану, да, переслушал Все, Бутберг, видишь, перевес Потому что он ненавидит Нирвану, любит Дрин Тиетта Все, значит, ноль Уже переслушал в детстве Уже переслушал Вот, я Нирвану очень сильно не люблю Но хочу вам сказать Где-то вот с апреля, когда я тяжело заболел Я задумался на это тем И сказал, что я больше хейтить Нирвану не буду И никого не надо хейтить Ну давайте под конец у барабанщика спросим Скажите тоже парочку имен назовите Ну, да, еще раз всем привет Ну, я, наверное, больше люблю по тяжелой музыке Такие, как Слепкнот Пантера А так вообще, в принципе, слушаю все, начиная Ну, Сон Саур, правильно? Да Самое главное, чтобы музыка была качественная А так можно послушать и хип-хоп даже иногда Вот, вот это да Молодец Самое главное, никогда не говорите Слепкнот В общем, все приходят на репетицию и грустят Один я улыбаюсь Ну, вы же... А вообще я радуюсь, когда вот люди любят Дрин Тиетта Ну, прекрасно Это потому, что это лучшая группа вообще Согласитесь, что... Самая техничная Самая техничная Даже когда Майк Портной ушел, а пришел Мангини Все равно всю музыку делает у нас Петручий Правильно? Ну, вы не словно, слушайте Он фантастический чувак, просто фантастический Вы, как гитарист, должны, наверное, им просто восхищаться Я думаю, да Кто у вас командир в группе в итоге? Да Вот он, я думаю, что... Павел, не вы случайно? Сейчас проверим Давайте я скажу, что я, если меня никто не начнет атаковать Бить, бить Нет, просто вы сказали, что вот вы приходите и радуетесь Я к чему это вел? Что в принципе, если вы, ну, как идеолог группы, да, назовем это так То это же хорошо, что вы радуетесь Ну, когда приходите на репетицию Конечно Ну, и все, это самое главное Сколько раз в неделю репетируете? В последнее время у нас такой график постоянно меняющийся, так что подсчитать сложно Ну, раз в три репетируете? Один или два В месяц? В неделю В раз или в неделю? Нет, ну, меньше двух раз нельзя Нельзя, потому что... Ну, вредно для здоровья У вас сложная музыка, не такая простая Нужная, я бы даже думаю, три или четыре Я бы с удовольствием Три-четыре раза репетировал и каждую неделю бы играл где-нибудь Ну ладно, у вас все впереди В феврале только Хороший вопрос Где будете играть в ближайшее время? Расскажите нам, пожалуйста В ближайшее время мы будем очень много играть на студии Потому что мы будем записывать нашу программу, первый альбом А концертные выступления у вас будут? Концертные выступления обязательно у нас будут когда-то осенью Нас очень легко найти в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе Тоже мы есть Так что очень легко проследить о том, когда же именно мы будем выходить на сцену в следующий раз Ну сейчас начинается лето, с одной стороны очень здорово и классно С другой стороны, летом концертная жизнь не совсем такая, как обычно Но летом бывают, например, опен-эйры Ну да Слушайте, у меня вопрос Смотрите, у вас есть песня сейчас на три минуты, а потом нам нужно будет прерваться? Или нет на три минуты? Ну не больше, скажем так, не больше трех-трех с половиной минут Иначе мы не успеем, и придется вас обрезать Не, мы не успеем Не успеете? Да Тогда договаривай Тогда придется договаривать Тогда рассказывайте, где вы встретили всех этих прекрасных ребят, раз вы начальник команды Всех встретил в интернете, на самом деле Да, наверное, надо будет сочинить какую-нибудь классную историю Как там, подобрали Лешу под мостом, например, или что-нибудь такое Но видите, как-то я не очень подготовился Подготовился, да, поэтому мы банально совершенно на сайте по поиску музыкантов Ну, в определенном смысле он знакомств, да, только определенных Вот, постепенно все нашлись То есть вы захотели создать группу и сказали И кинули клич, типа, ребята, присоединяйтесь, я хочу играть в группе Да, в 2015-м прошло приблизительно два с половиной года И вот, видите Ну, просто не у всех был сначала интернет То есть, как бы, не все увидели из ребят, я так понимаю Леша, у тебя было под мостом? Блин, сложности были Смотри, музыка-то у вас, ребят, весьма такая своеобразная Она такой поп-рок Понимаете, не все же играют поп-рок Ну, они же так и написали Да, не все, вот видите, человек любит Кури Тейлора В маске и без Как он с вами согласился вообще с существовать? Вот, 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 вот этот вопрос интересен Чем вы его привлекли? Дрэм-цвета любит Кури Тейлора А вы заставляете играть их какую-то поп-рок? Да Зато, я думаю, они потом приходят домой и с таким удовольствием слушают Кури Тейлора С каким никогда не слушали до этого Нет, ну, ответьте на вопрос, серьезно Потому что, ведь, действительно, у вас мягкая музыка, она хорошая Но ребята любят тяжелую музыку И как вот это сошло? А они так все расплывчато отвечают, что сначала не только тяжелую То есть, какой-то, какой-то был изначальный шанс Что может зайти А вот Женя сказал, лишь бы была хорошая И он согласен на любую А вы деньги им платите? Нет Или у вас все за энтузиазм? Хороший вопрос Как вы их привлекаете, вообще-то, этих ребят? Нам кофе Кофе? О, ну, слушайте, ну, это хорошо Нам вот приносят чай всегда А вот у вас кофе, смотрите Ну, отлично, слушайте То есть, смотрите, правильно я понимаю Группе всего февраль, март, апрель, май Три месяца Чуть больше Ну, на самом деле, лично мы вчетвером собрались в середине октября Просто некоторое время репетировали Я говорил, что в середине февраля мы оказались в соцсетях То есть, грубо говоря, для слушателей это началось тогда Для нас немножко больше Значит, вы представляете, как вам круто повезло, что вы уже попали на маяк Вообще Ну, если Вы узнаете эту ответственность Да В процессе Ага На самую крутейшую передаму маяка Прекрасно Значит, друзья, после небольшого перерыва обязательно вернемся в самую крутейшую программу маяка и продолжим Роковый уикенд Ну, что ж, друзья, мы продолжим нашу программу А напомню, что, конечно, в эфире сегодня Это Владимир Юрьевич Банин Андрей Петрович Бутберг Вот, и мы сегодня работаем с нуля часов Ты знаешь, а мне нравится Не знаю, мы же увидим, посмотрим Завтра еще у нас Да, завтра с этой же времени Но хочу сказать, сегодня у нас рок-битва Это формат, который очень любят многие наши слушатели Ну, он интересный, реально Он интересный И сейчас группа под облаками в эфире Давайте играйте песню, может Много говорили Я думаю, что много действительно поговорили Какое будет следующее произведение, парни? Следующая песня называется «К тебе» Давай Ты знаешь, а вчера опять бродил по городу Знаешь, я вчера петлял по этим улицам Я вчера искал в этих лицах глаза Знаешь, я вчера искал в коровке губка В грохоте колес, в шелесте стране То, о чем невозможно сказать И прятал из неба за крышей высоты От моего взгляда Искал ответы, так только сам себя потеряв в толпе Я так далеко ушел, чтобы все-таки понять, что ты рядом Я развит за узлы и дорог, чтоб понять, что все они ведут к тебе Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, я вчера опять спускался к морю Знаешь, море мне в ответ опять молчало Сколько там на дне вопросов, не счесть Знаешь, я вчера опять пройдил по пляжу Знаешь, по слогам следов ты, с кем читал я То, о чем невозможно прочесть И пряталось небо за крышей высоты От моего взгляда Искал ответы, да только сам себя потерял в толпе Я так далеко ушел, чтобы все-таки понять, что ты рядом Я развязал углы дорожка Чтобы понять, что все они ведут тебя Тебе, 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 тебе У-у-у-у-у-у-у Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Практически успели до конца часа У нас осталось буквально полторы минутки, чтобы доболтать Ну и давайте все-таки вы ответите на самый главный вопрос о вашей группе Ну как вы думаете, какой? А вселенной и смысле жизни? Нет, а вашей группе Нет, я даже могу тебе сказать Ну почему она так называется? Да что ж все испортит Давайте, рассказывайте, что это за такое сахарное название Под облаками, да еще и написано неправильно, слитно Расскажи, в двух словах, вот буквально На самом деле, слитно это, чтобы легче гуглилось Никакой легенды А по поводу того, что под облаками Здесь совокупность разных значений Во-первых, хотелось что-то такое легкое И воздушное немножечко, летящее Такожа музыка Приблизить, да, поэтому и был такой план Во-вторых, все песни у нас, в принципе, про вполне себе человеческие И довольно приземленные, обычные переживания Которые особо ничего не имеют общего с чем-то космическим И с тем, что находятся где-то над и вне А как раз таки про то, что под облаками, в общем, и поется Кто больше живет у вас, мальчики или девочки? Вот все такие в первом случае Я думаю, что девочки, наверное Слушайте, ну вот под облаками И как вам это пришло в голову? Одномоментно или вы думали над названием? Я очень бесплодно думал, а потом одномоментно пришло Просто под облаками Или чтобы девочки именно ее любили Ну хорошо Ну вот такая замечательная девушка Кстати, кто с вами вот эту барышню? А, это моя супруга Прекрасно Она Они очень приятно, что вы здесь Все, после новостей обязательно Вернемся, продолжим рубитву Будем дальше говорить И слушать музыку Роковый уикенд Все верно, друзья Это программа Роковый уикенд Программа хорошей музыки На этой неделе мы выходим с нуля до трех Поэтому немножко придется привыкнуть к этому времени Мы, это Владимир Борисов Это я и Андрей Бутберг Это я, конечно Здравствуйте, здравствуйте И вообще, надо сказать, друзья Что сегодня у нас замечательная группа В эфире А сегодня у нас рок-битва И вот здесь пока был у меня перерыв Мы с ребятами пообщались О музыке, о том, что мы любим И пришли к выводу, что мы любим одну и ту же музыку Ну, в смысле, ты и вот с кем ты общался? С барабанщиком? Вот вы, мы все сидели и молчали И просто слушали Сейчас в рок-битве группа под облаками И у меня вопрос к группе очень каверзный есть К Павлу Ну, давайте к Павлу У него просто микрофон Смотрите, Павел Если бы вот песня, которую вы сейчас будете играть Будет последней на сегодня Какая бы она была? Такая бы и была Ну, тогда играйте Да, сейчас мы чуть-чуть с другой стороны прозвучим Наконец-то будет в миноре произведение Можно задать вопрос? Паш, перед тем А у вас на английском есть песни? Или вы все на русском? Нет, принципиально нет Мне очень люблю А почему? Я очень люблю русский язык И несмотря на то, что изучал И изучаю всякие разные другие языки Все равно мне сложно очень представить Что я могу на каком-то другом Настолько же глубоко как-то думать И ощущать себя и окружающий мир Все, вы выразили свою мучу Спасибо Поэтому я даже и не планировал Вы прям патриот русского языка Смотрите, это редко когда такое бывает Многие говорят О, ну да, на английском проще На английском проще А вы прям вот на русском и все На английском просто написать плохой текст Так, чтобы люди попозже поняли Хорошо Паш, вы знаете английский? Do you speak English? Да Понятно Хорошо Ну давайте, какая будет следующая песня? Следующая песня называется «Ангел» Ага Давайте Спасибо - Иногда я слышу странный шелест Словно бы чьих-то крыльев Иногда я чувствую кого-то за моим плечом Звук соков невидимых на землю Ложиться с пылью я поднимаю взгляд Мне кажется, что словно кто-то зажег факел Словно кто-то поднял флаги Словно кто-то последний мир Поймал летящий в весну мир И держит, держит от хруста костей Как белизны пола Значит, значит он все-таки здесь Значит, все-таки там, где Неоновый свет перекликивает звезды По периодам трубок запутанным Бродят люди Ангел Смахом крыльев рассыкает воздух Значит, все будет так, как задумано Значит, все будет Иногда я слышу страшный грохот Будто бы целый город Подругнул и сейчас разбалится На тысячи частей Но шагов не уловили Желез Вдруг упадет на землю Я поднимаю взгляд Мне кажется, он уже здесь Тот, кто мог бы зажечь факел Тот, кто мог бы поднять флаги Тот, кто мог бы последний мир Поймать летящий в весну мир И держать, держать, как хрусток костей Как пересны пола Значит, значит он все-таки здесь Значит, все-таки там, где Неоновый свет перекликивает звезды По периодам трубок запутанным Бродят люди Ангел Змахом криви Просекает воздух Значит, все будет Так, как задумано Значит, все будет И вот он всех облетел Закончен путь Он снимает крылья Убирает их в шкаф Этот спящий город Как будто путь Он уходит крочь Воротник поднял А за стойкой фармен С дрожащей рукой Говорит, закроет Часам к восьми Вот и кончилась смена Завтра выходной Завтра кто-то другой Полетит спасать их Там, где Неоновый свет перекликивает звезды По периодам трубок запутанным Бродят люди Ангел Змахом криви Просекает воздух Значит, все будет Так, как задумано Значит, все будет Так Спасибо Браво 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 Очень красивая песня И, ребят, вы знаете Вот этой песней Вы Мы с Борисовым подумали Вы еще одну сыграете Вот Открыли себе дорогу дальше Да У меня единственный вопрос Вот кто пишет эти фантастические тексты До хруста костей До белизны фаланг Надо в этот микрофон Да Но тексты я А что вас побудило Вот записать то От чего просто Внутри у меня Все свернулось Это вот Зачем так вы издеваетесь Надо мной В хорошем смысле Да я уж не знаю В каком вы Смысле издеваетесь Ну, конкретно по поводу Этой песни Побудила Мысль В какой-то момент У меня появилась О людях Каких-то таких Достаточно Героических Может быть Профессий Как спасателей Или Пожарных Или Каких-то коллег Из смежных областей Про которых Мы Которых мы не можем узнать На улице В толпе Когда они идут мимо нас Естественно Вот Однако Они все это в себе несут И всем этим занимаются И мы Вроде как На их Ключах Стоим Каким образом У вас появляется вдохновение Обычно Ну по шаблонам Это так Значит Мужчина страдает Пишет песню Вот Вот Есть жена То есть Что вас побуждает Писать песни Вы молодцы Красивому У вас дети есть? Мы работаем над этим Ну понятно Подождите Значит Вот Сейчас Вы отдыхаете Это понятно Значит Что вас побуждает Какое вдохновение Обычно музыку Вот Пишут Вот В каком-то таком Страдательном Настроении А у вас как происходит? Когда вы знали Из какого ссора Растут стихи Не ведая стыда Это то что я отвечаю На все такие вопросы Потому что На самом деле Цветаев Да Цветаев Я думаю Что Цветаева Как-то так забыл Все забыл У нас в семье Специалист по серебряному веку Просто это Анна Она сейчас Подсказывает что Цветаева Не Не Ну ладно Не ссорьтесь Ну так и что Сейчас будет еще поэтическая битва Сразу две Вот На самом деле Все что угодно Может послужить источником Для Для Вдохновения Любое случайно услышанное Или увиданное Или прочитанное слово У нас есть одна песня Которой сегодня не будет Лишний повод Слушателям прийти к нам На какой-нибудь концерт На котором она будет Написана она По статье на википедии Например Про ягоду Которая называется Ирга Вот Угу Совершенно серьезно Ну хорошо Так сложилось Что Песни Характера Романтического В основном Про Счастливое состояние Про то как все хорошо Вот Все из-за Которой Вы молодец Одна песня Одна После чего мы послушаем другую группу Это не значит что мы вас выгоняем Мы просто хотим послушать других Вы классные Не уходите Вы нам очень понравились Потому что потом будут Команды на сцену Еще одну песню вы сыграете Давайте выберите Прямо на окончание Что-нибудь Что вы хотите Как вы хотите себя показать Пока ребята выбирают Я напомню Итак мы в прямом эфире И у нас насколько я помню Есть звонок Да Есть звонок Или уже сорвался Расскажите нам пожалуйста Есть Алло Алло Здравствуйте Андрей Здравствуйте Здравствуйте Приветствую дорогой Приветствую Олег Это что вы знали Я не сплю Я вас слушаю Отлично Ну давайте рассказывайте с чем пожаловали И мы будем слушать еще одну песню группы Ну в общем вот эта группа Мне чем-то Кузьмина 86 года напомнила Где там Моя любовь Здесь там вот Неведомые дали Олег А вам все Кузьмина напоминает Потому что вы его очень любите Ну да Ну 86 год Ну в целом Кстати недавно С ним Тут он около метро С Чукинской И я думал что он уже старый совсем А ему всего 63 года Можете О да И он это И 31 мая ведь был день рождения А он кстати Это Вегетарианец Ярый Мяса нет Рыб нет А вы знаете что послезавтра Дня рождения у меня Да Я тихий сочинил Я обещал А вы обещали Сыгрануть Сыгранул Одну песню сыгранул Да Уже разучил ее Все хорошо Вот если мне подключит инструмент Сыгрануть Честно Хорошо Ну все будет замечательно тогда Спасибо за звонок И вам спасибо Спасибо огромное вам Олег звоните еще Он вот напомнит Что сейчас Играет группа Под облаками А через буквально минут пять Мы услышим Группу Шактилока Выбрали песню Песню выбрали Ну конечно Как она будет называть Песня называется «Мимо» Давайте Мимо идут поезда И проплывают мимо взгляды Плавно течет вода Словно в бредовом сне Ты стоишь совсем рядом Но не докричаться мне Не докричаться мне Самый страшный звук Самый горький звук Словно быть ты кричишь Что есть сил В огромном пустом зале И голос твой усталой полной Разбивается скалы И если еще Здесь кто-нибудь Но ты уже Знаешь ответ И грызги волны Сотни ножей Летят Обратно к тебе Медленно дождем В окно Скучили выставшиеся утра Снова пришло оно Чтобы развеять Где-то из вас бежать кому-то Мчаться за горизонт За горизонт Самый страшный звук Самый горький звук Самый горький звук Словно быть ты кричишь Что есть сил В огромном пустом зале И голос твой усталой полной Разбивается скалы Если еще Здесь кто-нибудь Но ты уже знаешь ответ И грызги волны Сотни ножей Летят Обратно к тебе В оценке Бегая Верно Без тебя Волчая Волчая Сотни Без тебя Волчая Одним Говоря Без тебя Говоря Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока ребята готовятся. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твой город королей, костик и слез Перегорел еще вчерашним летом А ты наивно его помощи зовешь И бежливо надеясь на советы Ты не грусти, святая простота, тебе проститься И попроси побольше сил, чтоб птицу с денег собратиться Скоришь, дай бегло, пылью сковыкнешься еще не раз А много, много, не сейчас Ты столько еще в жизни оглянешься Ты столько еще в жизни оглянешься Ты столько еще в жизни оглянешься И надо не грусти, пожалуйста Сейчас, сейчас Сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Браво, браво, круто Вообще интересно Я давно, в общем-то, не слышал такого Согласили, у нас сегодня в Рубитве две потрясающие команды Ну такое, да, редко бывает Кто-то все равно хуже оказывается Туда же интересно Слушайте, на самом деле у нас не так много времени У нас до конца рок-биты остается полчаса Может быть, вы еще сыграете песен? Потому что мы по факту вас все спросили Ну, может быть, может быть, даже еще Не полчаса, там, чуть больше Да, еще два часа Ну, как бы, ничего страшного Нет, ребята Ребята, просто мне очень понравилось Например, то, что вот сейчас было Зыганное из педы Почему это настолько неожиданно И, ну, как-то здорово сделано хитро А скажите, пожалуйста, эту музыку вы вдвоем бежите? Как у вас? Лучше там Музыка делает все Вадик А я пишу слова Понятно А кто первый делает это? Вот вы написали слова, и он написал музыку, или наоборот? Ну, вообще, по-разному это происходит Иногда он пытается Мое стихотворение как-то, мне кажется Знаете, со стороны иногда мне кажется Вкорячить А потом я слушаю, думаю Надо же, как оно встало Поэтому То есть, наверное, у вас иногда стихотворение Даже раньше бывает, да? Да, зачастую бывает раньше Мы просто хотим максимально Под слово Вадик максимально под слово Пытается найти огранку Чтобы слово прозвучало максимально на чувственном уровне Это очень хитрая музыка У вас такая она такая А у вас дети есть? Нет Все ты спрашиваешь про детей А, нет, у меня очень взрослый мальчик Уже 25 лет Вот Моему сыну Его Павлик зовут Да, да, Павлик Вот Но Имеется в виду в том Что Очень Такая вот Семейная музыка Понимаете, как бы Да Это вот Ну, то, что вы друг другу Очень хорошо понимаете Спасибо Это Очень Интересно Спасибо Давайте еще Давайте еще, конечно Давайте еще Я открыла наш трек-лист И у нас Вертинский А То есть, это будет камер сейчас, да? Мы очень любим Вертинского Да, очень Ваши пальцы пахнут ладаном А в ресницах спит печаль Ничего теперь не надо вам Никого теперь мешай А когда Весенние Вестницы Вы пойдете В дальний край Сам Господь По белой Лестнице Поведет Вас Светлый рай Светлый рай Тихо Шепчем С ябром Сядем За поклоном Бьет поклон Бьет породка Реденький Вековой пыль Сыклон Ваши пальцы Пахнут ладаном А в ресницах Спит печаль Ничего Теперь не надо вам Никого Теперь не ажай Ваши пальцы Пахнут ладаном А в ресницах Спит печаль Ничего Теперь не надо вам Никого Теперь не жаль А-а-а, а-а-а-а, 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 а-а-а-а-а, ничего теперь не надо вам, никого теперь не жал. Ничего тебе не надо вам, никого тебе не шли. Ничего тебе не надо вам, ничего тебе, ничего тебе, ничего тебе. Спасибо. Круто, круто. А, ребят, а вы всегда играли вдвоем, или у вас был более расширенный состав? Или, может быть, один кто-то из вас только играл? Да. Нет, мы играли не всегда вдвоем, нас было много, нас было пять человек, шесть человек, потом три человека последние пару лет. Почему все изменилось так? Очень тяжело, когда ты стоишь на сцене, это всегда очень большая энергетическая связь с людьми. И когда ты отдаешь, очень хочется, чтобы за тобой стоял тыл. Вот. А чтобы был тыл, надо быть очень близкими людьми. И прощать друг другу многое, и поддерживать. Но когда ты стоишь на сцене, и у тебя мысли вперед и назад на музыкантов, и ты за всех, знаете, такую тележку неподъемную, тянешь, думаешь, ну, гори на все синем пламени. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Если вы играете вдвоем, то это неизбежно использование плейбэков на концертах. Правильно? Ну, вот сейчас, вы не представляете, у нас вообще премьера. Так, 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 ну-ка, расскажите. На радио, открою секрет. Ну, вообще, друзья, вы знаете, что вам сильно маяк, это от Калининграда до Сахалина. Я вам могу сказать одно, что программа, которую мы сегодня играем, была создана вчера. Боже, прекрасно. Да, за один день. А почему, кстати, так? А потому что у нас получился такой момент, что мы вот отъездили тур, и буквально вернулись месяц назад, и у нас вот между концертами пауза в месяц. Вот, и я стал работать над новой, как бы, ну, идеей, скажем так. Я работал, 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 и как раз получается приглашение на концерт. А вы написали нам. Да, да, а вы очень быстро, так сказать, среагировали. Вот, друзья, это я хочу вам сказать, что на рок-битву может попасть любой. Любой. Только нужно писать личные сообщения с страницей. Борисову и... Нет, нет, не Борисову, не буду другу, а в личные сообщения с страницей, тогда быстрее увидит. Ну, так вот, получается, то есть то, что вы сейчас играете, вы не играли никогда до этого. Никогда. Да. Ага. Даже здесь. Видите, это потому что у него испытание сегодня такое, все вокруг валики. Хорошо, хорошо, тогда по-другому. Значит, когда вы будете это играть, у вас будет играть плейбэк. Это не плейбэк, это лупер. Это лупер и биты. То есть... Это вообще-то Тибета Широна. Ага. То есть вы можете его изменять. Я просто не вижу, что у вас. Да, да, да. Вот по первой песне было слышно, что там одна кнопка не задалась. Ага. Значит, ребятушки, то есть получается... Все в режиме реального времени. Вот, это самое главное. Да, все тогда вопросов нет. Слушайте, тогда вопросов нет. И, значит, когда ваши поклонники, это у нас уже эти вопросы, смогут вас увидеть на концертах, скажите нам. 15 июня у нас будет концерт в парке Сокольники. В честь вашего дня рождения, да? Да, у меня день рождения. Такое у меня никогда не было, чтобы так сказать. Вы близнец? Да. И я близнец. Ой, дайте пятюню. И я близнец. Вадим, а вы что? Я телец, и я вот... Вот, давайте, пить. Да, прекрасно. Вот мы их встретили все вместе. Вы понимаете, Аня? Отличный там дембль, близнец с сельцом. Слушайте, близнец с сельцом вообще. Вообще. И что, они нас заземляют? Как-то, ну, не дают совсем, да? Мы с такими друзьями, да. А нам с ними весело. Они такие, да. Вообще. Такие зануды. Они твои ужасные. Мы с ними выжили вообще. Вот так вот, вот и поговорили. Слушай, а когда у вас день рождения так вот 30 апреля? Дайте мне 5, потому что у меня тоже 30 апреля. Да ладно, я вам серьезно говорю. Давайте прям... Класс. Это правда, а у меня есть 4 апреля. В один день с Великим Киркоровым. Да, и с Андреем Губином. Это я все слышал. А Андреем Губин не знал. Но я знаю, что басист группу «Сепультура» тоже в этом деле. Да, «Сепультура», кстати, очень хорошая группа. Очень хорошая. И еще и у «Ларса фонтриера». Ну, в общем. Да, да, да. А вы знаете, я вам даже больше хочу сказать, что вот такой чувак, который раньше играл в группе «Нирвана» на барабанах, а теперь он играет в группе... «Фу Файтерс». Как он называется? «Фу Файтерс». «Фу Файтерс». Он очень классный музыкант. Да при чем здесь он-то? Мы обсуждаем, что у нас день рождения в один день. Ну, что у них написано, что они любят группу «Нирвана». А-а-а-а. Вот так, смотри, подвел, подвел. Ну, я вам объясню. Я давно не хейтию группу «Нирвана». Уже месяц, да. Уже прямо, уже, наверное, месяцев пять или семь. Держишься? Да, держу. Слушай, а ты как? Ты вот закодировался и не хейтишь ее. А что нужно, чтобы ты обратно хейтил? Не буду. Не будешь? Ну, хорошо. Слушай, у нас осталось... Просто я тебе объясню. Ну-ка, ну-ка. Люди, которые не умеют играть на музыкальных инструментах. Ой, началось все, смотри. И которые... Это классическое явление Ивана Дурака. Ну, значит, ты только что сказал, что не будешь хейтить все. Ну, я же не хейтил. Ну, погодите, ну, Кабенджи-близнецу должен просто душу был разорвать. Ну, нет. Ну, он разорвал, потому что он не забрал. Я вам объясню, вот, честно говоря. Не надо, подожди, немножко. Я курса не перевариваю, потому что он козел. Вот так вот. Вот, потому что он не умеет играть, он не умеет делать ничего, и его музыка дерьмо. А главное, он тебе ответить не может. Ты понимаешь, какая жалость? Он бы тебе ответил. Он бы мне не мог ответить, потому что... Он не знает русскую языку. Ну, а нам очень нравится его песня, его часть, честно скажу. Объясню, объясню. В это же время, в это же время, кто ответил Кобейну? Кобейну ответили братья Галахеры. Почему они ему ответили? Потому что Уизис, это в тысячу раз лучше, чем Нирвана. Почему? Потому что они умеют забирать, да. Вы кто-то скажите, защитывая несчастной группы, ну, пожалуйста. Ну, он же покойничек уже, давайте. Ну, извините, а у меня, например, у меня папа тоже покойник. А вы знаете, о мертвых говорят, лучше не говорить. Ну, вы знаете, я еврей, поэтому у меня это самое... У нас немножко по-другому ничего, понимаете. Вот это да. Вот, я просто хочу сказать... Либо хорошо, либо... А, ну, ты знаешь продолжение этой фразы, да? Конечно знаю. Либо хорошо, либо ничего, кроме правды. А вот это кроме правды всегда забывают. Либо хорошо, либо ничего, а на самом деле там все... Нет, ребят, действительно нужно уме... Вот вы умеете играть. Вот вы умеете играть. Ну, если бы я сказал, что вы умеете играть, то все уже. Да, и это бы... Понимаете, вот согласитесь со мной, в музыке самое главное это уметь играть. Нельзя не уметь. Веря Бринец, он не поспоришь. Нельзя не уметь играть. Давайте мы, смотрите, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а потом у нас будет время как раз, чтобы поиграть. Уметь поиграть. Да. Давайте. Буквально у нас осталось сколько? Ну, минутки две. Роковый уикенд. Еще раз здравствуйте. Это программа «Роковый уикенд». У нас рок-битва. И давайте, чтобы меньше говорить сейчас конкретно, вы сыграете песню, а потом договорим, чтобы вас не обрубать. Действительно, потому что не так много времени осталось, и очень хочется послушать. Напомню, что сейчас у нас играет группа «Шакти Лока». Правильно? Да, следующая песня Гару, да. Молчание-тайне, касается зданий Среди времен весна. Без муни, где созерцание Твои глаза, твои глаза. Дыханием разрушить время, Дыханием его создать. Частицы пронизать в селенную Поработить, не привязать. Поработить не привязать, не привязать, не привязать, не привязать, не привязать Дай нравственность, стремящимся к победе и цели Дай действие без промедления, мой царь людей Дай правосуди, убогим ум дуракам Вновь подари глухому заглушению Прощение врагам, прощение Прости людей, дыша и голы Всю бой успех, удача, смех И тепленье, спусть перед рук Невежество тупых и грубых Нет сосны слухом, азартная игра Звук тишины, взметись Война миров в моей стране Ко мне вернись Не помним и начало, и встретимся Изважды вечер обнажил Изважды вечер обнажил Изважды вечер обнажил Свой лифтворца Свой лифтворца Звук тишины, подмирая Я слышу все страдания детей своих Из очищающих ветер, из водоемов океан Пошли народу, святую птицу На помощь нам, на помощь нам Пошли народу, святую птицу Пошли народу, святую птицу На помощь нам, на помощь нам Пошли народу, святую птицу На помощь нам, на помощь нам Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роковый уикенд Ну что, друзья, Кипонрукин, третий час нашей программы Напомним, что в студии, конечно же, Владимир Юрьевич Борисов Андрей Бутберг Петрович, конечно же У нас рок-битва сегодня И вот сейчас у нас в студии группа Шактилока Мы остались на том, что же все-таки слушает Вадим Да Давайте парочка названий от вас И будем слушать вас дальше Ну, как говорил Леми Великий Что музыка, которую вы любили в 18 лет Будет с вами любимой на всю жизнь Моя любимая музыка в 18 лет Это эпоха гранжа Я попал под раздачу тогда И, конечно же, Элисон Чейнс Перл Джем Тех времен Ну, вообще, Грэй Четверка сетонская, правильно? Ну, скажем так, да Конечно, они вот легли в мое сердце Это вот каждая нота я слышу И вот она у меня А скажу, спрошу дальше А пост-гранж? Ну, не очень, честно говоря, он меня зашел Я, например, имею в виду, например, такую Любимую Владимира Не любимая моя группа Вы уже надоели меня тролить этой группой все Не знаю, почему так все взяли Ну, ну, ты же... Какая группа, скажите Ну, не терпать, конечно Не, 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 не очень нравится Не очень Вот, ну, хорошо Они, кстати, зрения музыкально Они мне нравятся Ну, например, Северова и Дэтмен Вот эти вот, например, группы, которую я очень люблю Ты, вот, сейчас опять ее забыл Ну, как ты любишь, ты ее и забыл Нет, а... Я, кстати, не знаю, что ты говоришь Пока Мудр вспоминает Скажите, что из современного вы слушаете? Ну, из Фатак мне очень нравится Но я не знаю, насколько это современное Вот совсем вот что-то такое Региноспектор очень-очень Ну, вот 21 Pilots мне, кстати, понравилось Да, вот забавные ребята такие Очень угарные Вот Mute Mass, ну, как бы они с ними ездят в туре Но они постарше будут тоже очень нравятся Arcade Fire очень нравится Ну, вот 21 Pilots Ну, вообще, у вас за обширный такой Мы стараемся, да Молодцы Ну, давайте пусть еще сыграют ребята А то, по-другому, кто рубит А заканчивается уже Да, а ребят, что за произведение сейчас будет? Камушка, да А вы же ее, по-моему Ставили Ну, давайте туда Ну, можно и собирать Давайте сыграем А нежность не будет Ну, это если вы будете останетесь действовать Мы постараемся Камушка и лебеди Воды стигут Я стою на лев-лев-лев берегу Крыльями укрыли душеньку свою Черные и белые в шахматном раю Дни забавы скрашены колокольмаком Лебедю не спрашивай, он молчит о нем Лебедь песней белую разгоняет ввысь Черный берегись, белый берегись Берегись, берегись, берегись Берегись, берегись, берегись Лебедь песней белую разгоняет ввысь Черный берегись, 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 белый Я иду по берегу, берегись, берегу Я иду по берегу, берегись, берегу Берегись, берегу, берегись, берегу Берегись, 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 берегись ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. 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 Ну, вот, смотрите, вот такой вопрос опять не могу Вадиму не задать. Вадим, ну какой же это гранж? Это гранж уже круче, чем гранж, понимаете? Руссконародный. А я и не говорил, что мы гранж играем. А я и не говорил, что мы гранж играем. Вот, гранж уже давно никто не играет. Он закончился в 91-93-х годах. Так и ладно. И так я хочу сказать, что, например, я хочу сказать, что, например, была в то же время такая группка, например, Guns'n'Roses, которая очень хорошо же в это же время, когда гранжевики пытались что-то из себя изобразить, отлично играли. Согласен или нет? И до сих пор живые. Мне не нравится. Но, например, ты когда был на концерте и сидишь? Вот и сидишь, мне очень нравится. А ты был на концерте и сидишь с Аксиным? Нет, не был. Это круто. Можно. Это вот нет, почему? Потому что я был на последнем концерте с Брайаном Джонсом, когда я никогда не был на концерте с погибшим Брайаном Скоттом. Да. Вот. Но был я на базе, и я хочу сказать, что Акси Роуз потрясающий в ACDC. Возможно. Он очень дисциплинированный там, в отличие от... В отличие от своей группы. В отличие от своей. И хочу сказать, что вы молодцы. И у вас есть еще одна песня. Давайте... Нежность. Какая была песня, да. И на этом, после чего, мы попросим команды на сцену. Ну, как обычно у нас бывает в рок-битве, группа сходится, и мы скажем свое мнение. А-а-а-а-а... Ах, рассеяно в неге немой пустоты Терялась за осенью солнце Увлечься рельефом сонной звезды В минутах прощания сходства Остывшим лучом играли твои раскрашенные ресницы Заснеженный голос дремал в немоте Предутренней вязкой темницы Шопотом шелестом шорохом слов Поцелуй меня ленью рассвета Проведи посекунда Моих волос своим духом Где ты? Ой, 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 обними меня ветром своих чувствов Разрисуй мои слезы зерницей Прикосни ко мне нежности свое лицо Я пойму, что мне это не смысл Шопотом шелестом шорохом слов Поцелуй меня ленью рассвета Проведи посекунда Моих волос своим дыханием Где ты? На ощупь слепой на дождей дождя С ними смеян все, что не важно Я вижу тебя даже там, где нельзя Различен голодок радужный Лай, лай, лай Браво! Здорово! Спасибо! Вадик, у меня такой вопрос А ты можешь зафигачить соло Ну, такое вот В стиле Блэйкмора, например Или ты всегда играешь аккордами? Он же бас-гитарист Да, я бас-гитарист Поэтому для меня, честно говоря, все эти тоненькие струночки Это такое гигантское испытание Ну, очень мне понравилось Спасибо вам большое Спасибо И давайте позовем команду Которая вместе с вами Под облаками Где же она? Заходите сюда, друзья мои Ребята, заходите Команда на сцену Под облаками команда Давайте сюда Пока ребята собираются Я напомню, что мы в прямом эфире И есть у нас ватсап, вайбер Вы туда тоже можете писать У нас сегодня было две потрясающие команды Честно, я даже не ожидал, что будет такой классный... А это все ночь, потому что обычно у нас вечер программа, а тут ночью все... И вдруг, ребят, вы нам сегодня просто сделали супер эфир, по-моему, было здорово Спасибо большое Два дня рождения, по второму кругу Вот это да Вот Где запропастились-то, ребятушки? Почему... Почему у вас так долго не было? Ну, пожалуйста, микрофон... Заходите, заходите, друзья Вот это третья финальная часть рок-битвы Между прочим, вы знаете, я вам хочу сказать Что есть слушатели и зрители Ну, поскольку у нас сейчас и видно в том числе Которые исключительно любят больше всего Из наших всех форматов Это рок-битву Да Да, да, это один... Ну что, во-первых, давайте поаплодируем друг другу, что мы все это сделали У меня вот вопрос к ребятам первой группы Вы вообще послушали, что сейчас было? Или вы вот ушли в столовую и ели там? Послушали, да Ну и как вам? Очень интересно Только честно Ну не, не надо этот сразу Очень интересно и здорово Не понравилось так сказать Нам не понравилось, например Или понравилось, например Нет, мне интересен подход к музыке Я очень люблю, когда акустическая гитара сочетается с электронными барабанами Как минимум Ну как так Вот это, если звучит, то мне сразу нравится Ага, так, ребята, а вы вот первая группа до вас играла Вам как? Это я, ну, мы к шарте лука обращаемся Да Мне, знаете, я когда услышала, что Солид сказала, что он принципиально не поет на английском языке И ему очень близок русский язык Ну все, понимаете, когда мне говорят про русский язык, мое сердце, оно забирается А оттого, вы символок? Ну я журналист И знаете, я, по-моему, фанат единственного человека на этом свете Цветаевой Ну я просто безумный фанат И мне кажется, вот это какая-то такая навязчивость передалась мне Вадим, а вам как музыканту группа под облаками как? Я, честно говоря, послушал бы с удовольствием записи Потому что вот то, что доносилось просто, ну, частями, я не... Вот очень сложно сказать Да, поэтому... У них записи-то пока, чтобы нет У них там, вроде бы, по пару песен всего Четыре Ну, четыре, ну хорошо, две пары Да Сыграли-то больше Ну, чтобы... А потом живые барабаны, это не электронные Я бы, конечно, живые барабаны не послушал Сначала вещь В этом самом, в рок-битве все решаем мы с Борисом То есть, кто выиграл, кто проиграл Тем более, ваши фан-клубы не писали нам Да Уж извините Я считаю, что выиграла группа Шатилока Да ты сегодня многословен, смотри Да, обычно я всегда ничью Ну мне... А почему? Ну вот так, в двух словах Потому что мне близка вот эта вот трактовка Мне это близко То, что они мне сегодня проделали Слушайте, я могу сказать так Во-первых, вот я просто открыл сайт Мне интересно, что сегодня за день Сегодня всемирный день велосипеда И он отмечается впервые Поэтому мы с вами находимся в том дне Когда первый раз отмечается всемирный день велосипеда Вот, но это к теме не имеет отношения Значит, мы, понятно, что мы решаем, кто победил Там, кто проиграл Во-первых, все победили, что сюда, во-первых, пришли Это самое главное Во-вторых, обе группы очень хорошие И я думаю Ты согласен с тобой, помнишь, у нас был такой прецедент Когда две группы, обе группы выступили у нас на группу Вернушись из избития Но у меня память-то плохая А я тебе могу сказать Одна группа была Нейл Шерри А другая была группа, вот девочка, которая в Праге живет И ты... Понять не имею Короче, ладно, смотри, ты сказал, что тебе больше вторая группа Шахтилок... Шахтилока Шахтилока Шахтилок, да Значит, вы... А Шахти-кола вариант? Слушайте, ну да, кстати Я люблю колу Ну так вот, вы, на мой взгляд По идее, вообще здесь не должны были быть В нашей программе В рок-битве Вы должны были прийти просто сыграть Потому что вы уже состоявшиеся артисты Абсолютно И здесь... То есть, перевожу с Борисовской головой Он вообще вам делает офигительный комплимент Что редко бывает Да То есть, он говорит, что вы должны были сыграть Я-то зло изначально Как не в рок-битве А как отдельный артист на звездном концерте Ну, конечно, не столько много часов, как звездный артист Но, по крайней мере, да То есть, вы спокойно можете были прийти и к нам, и к Матецкому Ну, то есть, вот вы состоявшиеся артисты А вот ребята до вас, которые играли У них еще большой путь Ну, как минимум, вы уже 4,5 года Они там всего пару месяцев Ну, или 4 месяца Я все время путаю 2 или 4 2 песни или 4 Они же играли 6 песен Полгода, примерно Полгода, значит, ну, хорошо Поэтому, на мой взгляд Если... Хорошо, я за под облаками Просто потому, что ребята абсолютно Ну, как бы, нулевые Ну, с точки зрения истории группы И они уже здесь И они уже сыграли И они хорошо звучат в своем стиле Этот стиль можно любить, ненавидеть Говорить, что это попса Галима и прочее Нет! Это просто классная музыка Ну, для своих, так сказать, слушателей Единственное, что я, конечно, не согласен По поводу английского языка Все-таки, если... Нужно петь на английском Не-не-не, не нужно, зачем? Можно петь на любом языке, на котором нравится Просто вы играете такую музыку Которая там, скорее всего, больше будет понятна Вот и все Это только в этом Вот барышня с мужчиной Вот они попадают четко в русский стиль В хорошем понимании этого слова А у вас более европейская музыка На мой взгляд И голос такой мягкий, красивый Вот Это лично мое мнение Но для меня Вы сегодня были просто лучше Но по-другому А у вас все хорошо и так Вам ничего больше не надо У вас за концерты В общем, все будет отлично Ребятушки, и вы, и вы придете к нам через годик Если будем живы-здоровы В рубрике группа, вернувшаяся с битвой Так что выиграли обе группы И сыграйте полуторачасовой сольный концерт И те, и другие Вот так вот Вот мы так и решили Спасибо вам, что пришли Я думаю, а теперь давайте сфотографируемся А мы поставим какую-нибудь красивую песню Красивую песню Iron Maiden Потому что у Блейза Бейли была днюха на этой неделе Все У Блейза? Да А я его лично знаю Вот ты всех лично знаешь А ты его тоже знаешь лично Это неправда